Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях заведующий эндокринологическим отделением Люберецкой областной больницы. К тому же это окружной эндокринолог медицинского округа номер 3 Московской области Наталья Николаевна Габкало. Здравствуйте, Наталья Николаевна! Здравствуйте! Ну, слово «эндокринолог» оно всегда у людей ассоциируется с таким, ну, очень важным врачом, когда обычно ищут, да, у тебя есть там знакомый стоматолог, или, как говорят в народе, зубник, у тебя есть там знакомый, я не знаю, ещё кто-то и так далее. Эндокринолог тоже очень такая востребованная профессия, потому что слово всё-таки многих пугает. Вот сегодня эндокринология – это, скажем, больше положительных эффектов после того, как человек проходит какие-то этапы, или всё-таки, когда начинаются эндокринологические проблемы, то это уже разрушение человека постепенно происходит? То есть насколько мы сегодня лечим вот эту вот эндокринологию? Ну, эндокринология – это объёмное такое понятие, включающее в себя эндокринную патологию, в которую в состав входит это заболевание щитовидной железы, пара щитовидной железы, гипофизы, гипоталамуса, пара щитовидных желез, надпочников. Ну, самая основная сейчас проблема, конечно, это стоит во всём мире, это проблема сахарного диабета первого и второго типа. То есть сахарный диабет, причём мы слышим, что фактически у каждого второго или третьего после 40-45 лет уже начинается сахарный диабет, и он становится таким пусковым механизмом для самых разных заболеваний. И почему это происходит? Сахарный диабет, да. Патология такая общечеловеческая стала? Он сейчас стоит на третьем месте после сердечно-сосудистой патологии, онкологии. Третье заболевание – это сахарный диабет. И он же может привести к первому и второму. Сейчас я расскажу, да. И прогрессивно, он с каждым годом, рост заболевания происходит. Прогрессия существует? Да, ежегодно. Мы слышим из разных уголков, да, сахарный диабет, и даже молодые люди уже страдают сахарным. Это из-за того, что, а, неправильный образ жизни, питание, или это просто человеческое существо меняется потихоньку? Значит, существует несколько видов сахарного диабета. Но основные виды – это первый тип сахарного диабета и второй тип. Значит, первым типом сахарным диабетом страдают – это у нас дети, подростки и молодые люди до 40 лет. Это первый тип. Они имеют абсолютную инсулиновую недостаточность, то есть инсулин не вырабатывается поджелудочной железой, и постоянно они должны всю оставшуюся жизнь свою получать заместительную инсулинотерапию. Без этого никак. Процент высокий среди детей? Первый тип – это генетически аутоиммунное заболевание, оно заложено природой. Мы не можем на это повлиять, и поэтому где-то 10-11% всего населения земного шара страдают диабетом. На первый тип повлиять никак нельзя. И ещё он может спровоцироваться после того, как или ребёнок, или подросток, или как молодой человек, переболели вирусной какой-то инфекцией. Допустим, свинкой, корью, ветряная оспа. То есть это идёт провокационный толчок, и развивается сахарный диабет первого типа. Так, ну тут ничего не сделаешь, просто с этим нужно смириться. С этим надо смириться пациенту, и постоянная инсулинотерапия, заместительная на всю оставшуюся жизнь. Если пациент это будет отвергать, то мгновенно развивается диабетическая кетоацидоз. То есть это тяжёлое осложнение сахарного диабета, которое оказывается в помощи в условиях реанимации. Потом человек всё равно, ребёнок, приходит к инсулину. Давайте сразу, пока мы на первом типе. То есть правильно я понимаю, что если человек, ну, в жизни всякое бывает, это принимает, и принимает этот инсулин так, как положено, он к этому привыкает, и ничего в этом страшного нет, эта жизнь продолжается, но вот с необходимостью постоянно принимает. Да, жизнь продолжается, и жизнь продолжается качественно, если он будет соблюдать образ жизни, правильное питание, рекомендации врача-эндокринолога. Он совершенно будет здоровым человеком. Вот это важно, понимаете, что многие люди думают, о, ну всё, значит, у меня... Нет, нет, нет. Вот в нашем отделении существует обучение школы сахарного диабета. То есть пациент к нам приходит, впервые выявленный, он, как, понимаете, вот, ну, ничего не знающий, да? Мои врачи, да, у меня два врача в отделении, грамотные очень, они проводят школу сахарного диабета, объясняют систему хлебных единиц, корректируют дозу, ведут самоконтроль гликемии. Ну, то есть помогают человеку войти в этот новый... Да, и он приходит с высоким сахаром, а выписывается уже с нормальным уровнем гликемии сахара. Вот мы поговорили о первом типе, какие есть, да, дальше существуют. Второй тип. Основной тип, это тип, после 40 лет страдают люди, и чаще всего на фоне ожирения. И несублюдение, конечно, образа жизни. После 40 аж хочется вроде всё ещё хорошо, поэтому... Тут неимоверной ролью является, конечно, ещё и наследственность. Если страдали там бабушка, дедушка, прадедушка... А, то есть это важно знать, да? ...пробабушка, да. Мы всегда при втором типе тоже спрашиваем наследственность. Это очень часто. Если родители или дедушки, прабабушки, бабушки болели, то очень часто, что после 40 лет, 45 лет диабет может... И тоже, по большому счёту, раз у тебя это произошло, ну, после 40 лет-то потихоньку всё начинает выскакивать, да, у каждого по-своему. Но, тем не менее, бояться этого не нужно, нужно идти к эндокринологу. И это тоже не является приговором, да, для человека? Нет, это приговором не является. Насколько эта степень сахарного диабета поддерживается сегодня медициной? Второй тип сахарного диабета, он может обойтись без инсулина, пациент. На начальном этапе он может просто соблюдать правильный образ жизни, включая правильное питание, физическую активность, нормализация там сна и отдыха. И какой-то период времени он может быть просто на диете. То есть немножко сдерживать себя в эмоциональном этом плане. Ну, если где-то какой-то уровень гликемии пошёл повышаться, и он видит, что он повысился не так, как вот до этого, то ему, конечно, необходимо обратиться к эндокринологу. Эндокринолог назначает там таблетированные сахароснижающие препараты. Ну, я знаю вот по своей маме, что сейчас же существуют всякие препараты, можно кровь мерить там постоянно, да, узнавать, что там у тебя происходит, есть какие-то отклонения. Ну, в любом случае, постоянный, да, должен быть контакт с эндокринологом. Конечно. То есть посещать его сколько вот надо, раз в полгода посещать такой ситуации, если ты всё выполняешь правильно. Вы имеете в виду непрерывное мониторирование глюкозы, фристайл-либра? Нет, просто вот... Датчика поставятся? Да, нет, я, правда, не все знают названия. Нет, я имею в виду, вот у человека выяснили, да, что у него вторая вот эта степень... А, посещение эндокринолога. Да, раз в полгода надо... Да, нет, чаще. Чаще, да? То есть мы следим за... Конечно. Значит, какие основные показатели? Кровь, да, я знаю, что должно быть не больше шести. Кровь, липидный профиль, то есть холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой и низкой плотности, артериальное давление. Какое сейчас нормальное? 120 на 80? Для пациента с сахарным диабетом меньше 130 на 70. Это целевое. И гликированный у нас, у эндокринолога существует гликированный гемоглобин. Он определяется... Для каждого пациента возрастного он свой возраст имеет, показатель имеет. Ну и, то есть, исходя из этих анализов, мы следим за некой патологией, как она развивается. Да, пациент к эндокринологу должен прийти с дневником самоконтроля. То есть он должен записывать уровень гликемии натощак, через 2 часа после приёма пищи, на ночь, чтобы эндокринолог на приёме видел, какие у него кривые диабета, вернее, сахара, чтобы скорректировать лечение правильно и грамотно. Да, мы же с вами прекрасно понимаем, что, наверное, не все люди готовы вести дневник. И, придя к врачу, просто они говорят, ага, ну вот ты пил пиво там раз в неделю, и хорошо, хоть раз в неделю, да, а теперь ты будешь лучше вообще не пить? Ну, либо, если ты не можешь, то раз в месяц. И человек думает, ну ладно, я потерплю. Ну, кстати, о пиво. Все думают, что пиво – это, ну, напиток, да? А это живой углевод, это мальтоза. Он тоже провоцирует развитие сахарного диабета. Ну, мне кажется, что по большому счёту, когда человек, опять же, это мнение дилетанта, переходит вот этот период с 40-45 лет с нашим сегодняшним питанием, придя в продуктовый магазин, там, наверное, вообще ничего не осталось такого, что не провоцирует сахарный диабет. Или есть всё-таки расписанная продуктовая правильная диета, как человек должен правильно питаться вот на этом этапе диабета? Ну, если у человека имеется наследственность по сахарному диабету, там, бабушка, мама, там, папа страдали, то он, конечно, должен быть насторожен уже по диабету. И придя в магазин, он должен выбирать себе продукты с большим содержанием, допустим, белковой пищи, нежели жиров и углеводов. То есть шашлычок – это уже… Шашлычок, ну, жиры тоже у нас переходят в углевод, и они тоже образуются, как бы, провоцирующим фактором. Ну, я так понимаю, что и в человеке же у нас есть мясо и есть сало. То есть надо вот этот баланс мясной нашей составляющей тоже выстраивать. Забалансировано должно быть. Я к чему веду? Что вот мы остановились сейчас на втором уровне, это второй тип, это когда, в принципе, тоже, наверное, жизнь продолжается. Если вести дневник, если приходить к вам, проверяться, и такие люди, я уверен, есть, то можно вполне себе, опять же, довольно долго существовать. Верно? Да. Ну, физическая нагрузка должна при втором типе быть. Вот давайте о физической нагрузке поговорим. Физическая нагрузка – это плавание в первую очередь хотя бы 2-3 раза в неделю. Это ходьба быстрым шагом. С пульсом, да? 30 минут в день или 150 минут в неделю. Сон. Сон – золотая середина от 7 до 9 часов. То есть мы должны спать не меньше 7 часов и не спать больше 9 часов. То есть 9 можно спать? Если вы спите больше 9 часов, больше 9 часов. Это тоже риск развития сахарного диабета. Вот куда, как говорится, не нажми, везде сахарный диабет. Меньше 7 – плохо, больше 9 – тоже плохо. Понятно. Ну и, конечно, те, кто ложатся в час ночи, встают в 11 утра, это тоже неправильно. Нет, это совершенно неправильно. Это биологический ритм срывается. Идём по второй части. Мы поговорим уже о более серьёзных, скажем так, темах заболевания. Но прежде чем завершить нашу первую часть, скажите, ведь многие люди не обращаются вовремя, не понимая, что у них сахарный диабет. Я о профилактике говорю. То есть мы же можем, если человек правильно относится к своему организму, он просто сдаёт какой-то анализ, даже пускай не специализированный. Но даже по этому анализу можно сказать, вам надо сходить к эндокринологу. Похоже, что у вас может быть диабет. То есть я к чему веду? У нас многие люди, наверное, в 40 лет и не знают, что у них уже сахарный диабет, и приходят к вам в более тяжёлом состоянии. Это латентный, медленно прогрессирующий такой скрытый диабет, в который пациенты ходят и не знают о нем. Какие золотые должны быть возраст, когда нужно проверяться именно на наличие сахарного диабета? После 40 однозначно. Каждый год? Каждый год. Делать этот такой скрининг своеобразный, да, и получать результаты, и идти к эндокринологу. Ну, любой пациент должно насторожить что ещё? Если он просто худеет, да, вот он худеет, он апатичный, он сонливый, у него увеличилась сухость во рту, у него появилась жажда, он пьёт, пьёт, он напиться не может. До трёх-четырёх литров в сутки, да, его тоже должно как бы это насторожить. Зволновать, да. Учащённые мочи и спускания, особенно в ночные часы, да, и поэтому... Это говорит о... Да, да, конечно же, он должен обратиться немедленно хотя бы или к терапевту или эндокринологу. Сейчас сделаем небольшую паузу. Сразу у нас в гостях заведующая эндокринологическим отделением Люберецкой областной больницы, к тому же окружной эндокринолог медицинского округа номер 3 Московской области Наталья Николаевна Габкала. Мы проложим с ней нашу беседу через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Наталья Николаевна Габкала, заведующая эндокринологическим отделением Люберецкой областной больницы, а также окружной эндокринолог медицинского округа номер 3 Московской области. Вот мы поговорили о первых двух типах, но всё-таки мы говорим о них как о... Первый никуда не денешься, человек при правильном подходе сможет прожить нормально свою жизнь. Конечно. Да, второй тоже, ну, появилась у тебя болезнь, человек должен понимать, что после 40 меняется немножко его система. Если он это примет, если он будет правильно консультироваться с эндокринологом, он сможет тоже как-то в хорошем смысле слова протянуть. Да, он должен принять это и соблюдать рекомендации. Обязательно. Из-за этого никуда. Но я так понимаю, что первой и второй степенью мы не ограничиваемся. Есть ещё у нас и похуже какие-то варианты, да, сахарного диабета. Ну, основной-то третий тип как бы, да? Вот давайте на нём. Он не третий тип, он панкреатогенный, сахарный диабет. Это на фоне хронического панкреатита. Что это такое? Это уже всё? Хроническое заболевание поджелудочной железы. То есть это уже когда... Если человек неоднократно имеет хроническое заболевание поджелудочной железы, имеет хронический панкреатит, при несоблюдении образа жизни, злоупотребления алкоголя, каких-то наркотических веществ или чего-то, токсических, скажем так, у него развивается вторичный панкреатогенный сахарный диабет. И вон что, не лечим? Который лечится очень сложно, там просто непредсказуемая всасываемость идёт уровня глюкозы. И поэтому чаще этих пациентов мы переводим на заместительную постоянную инсулинотерапию пожизненно. То есть вроде как... Они теряют прогрессивно в весе, и мы как эндокринологи не имеем права вести их на таблетках. При их согласии перейти на инсулин мы их переводим. Я всегда пациентам консультирую панкреатита, там в хирургическом отделении, в тромбодологических отделениях. Я всегда им объясняю, что лучше на данном этапе, имея у вас такую патологию, переходить на инсулин. У меня вот такой вопрос. Опять же, истории родственников, знакомых. Вот зная, что, казалось бы, сахарный диабет, мы рассмотрели такие щадящие формы. А потом слышишь, раз, человеку ногу отрезали, у человека началось вообще изменение всего организма. Правильно я понимаю, что сахарный диабет может очень быстро убить человека, если не следить за ним? Ну, так грубо сказать, убить может. Но это у пациентов тех, кто игнорирует рекомендации врача. Кто ходит с высоким уровнем сахара в крови длительное время, не принимает сахароснижающих препаратов или отменяет самостоятельный инсулин. А, врач неправильно назначил, он там неграмотно как-то мне назначил, я не буду это делать. И вот такие осложнения очень тяжелые. И мы видим это ежедневно. Ну да, это мы знаем, я же говорю по всем этим историям, когда вроде бы все вменяемые люди, которые все понимают, и вроде бы говорят врачи им об их же здоровье, но они почему-то продолжают убивать себя сами. Не мотивирован пациент. Не мотивируем. И почему-то многие, кстати, посмотришь иногда, человеку 40 лет, возьмем 10 человек из разных, даже городского круголюберца, возьмем такую выборку. Я вам гарантирую, что они будут все разные. Потому что очень многие люди на каком-то этапе начинают машут на себя рукой и на свое здоровье. И по принципу живут, что я не пойду к врачу, потому что мне там что-нибудь найдут. Такой комплект заболеваний. Вот к чему я просто веду. Почему у нас до сих пор такое низкое отношение к себе? Потому что ты же ладно только о себе думаешь, но у тебя есть семья, есть родственники, которым потом тебе придется тебя лечить. Профилактика вот эта вот, о которой все врачи говорят, а народ все равно не идет. Возможность же есть прийти, проверить, сдать анализы. Ну, это может быть боязнь пациента услышать, что у него сахарный диабет. Он не хочет принять этот диагноз. Он наталкивает, он оттягивает время до прихода к врачу-эндокринологу. Но он же должен понимать, что потом будет сложнее все. Это же логично. Ну, вот... Человек, так устроен человек. Так устроен человек, да. Вот может быть такой менталитет у данного человека. Хорошо. Поговорим о возможностях вашего деления на сегодняшний день, потому что вы работаете постоянно, пациенты. Ну, то, что мы обсуждаем, может быть, попроще до самых сложных случаев. Вы видели, как говорится, все. Не приведи, наверное, Господи, нам всем увидеть это. Но, тем не менее, ваш коллектив, те люди, которые работают, ваши возможности, то оборудование, на котором вы работаете, насколько вы сегодня себя как специалист, как заведующая комфортно чувствуете в отделении? Мы очень комфортно себя чувствуем. Отделение эндокринологии было открыто в 1996 году на базе Центральной Люберецкой больницы. Вот в 2013 году нас перевели по адресу Кирова 36, это Охтомская больница, и по сей день мы там работаем. У меня прекрасный коллектив, прекрасный. У меня два прекрасных врача, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал. Лекарственными средствами мы обеспечены, инсулин у нас есть всегда, проблем с этим никогда нет. Пациент, приходящий к нам в отделение, получает всю терапию, сахароснижающую. Все как положено. Как положено, как все необходимо. Выходит, я думаю, что удовлетворенными. Многие, большой процент пациентов. И возвращаются к нам. И возвращаются. И возвращаются. И хотят попасть к нам, на плановую госпитализацию где-то через полгода. Ну, это показатель, потому что если пациенту не понравится, он уже стремится убежать. Еще такой вопрос. Вы, как специалисты, ваши коллеги-врачи, да, вы наверняка же следите за какими-то последними, ну, весь мир этим как бы озадачен, да, за какими-то последними исследованиями, участвуйте в каких-то, может быть, совещаниях, потому что проблема, ну, довольно широко стоит. Вот мы все время слышим слово инсулин, да. Почему уже столько времени, обычно такой вопрос задают, там, про онкологические заболевания. Почему столько времени мы не можем победить рак, да. И тут тоже возникает вопрос. Почему кроме инсулина, я сейчас опять же дилетантский вопрос задаю, вот. А почему кроме инсулина так ничего и не запретено, чтобы раз, и нет сахарного диабета у человека. То есть бессильно мы пока глобально изменить эту систему. Ну, вот лично я и мои доктора, мы очень часто до пандемии посещали различные конференции. И все международные, вот, допустим, я посещала, и всероссийские. И мы как бы в теме новых препаратов, и мы стараемся в своем отделении этими препаратами работать по сей день. Они у нас в отделении имеются, и пациенты, приходящие к нам на лечение, мы им объясняем, что мы стараемся вас сейчас на данном этапе лечить новыми, современными. Новая методика, да. Да, да, да. Почему? Потому что, опять же, часто вот, ну, люди к врачам, вот, вот, все одним и тем же лечат. На самом деле это не так, потому что нормальный профессионал, в любой, да, профессии, ему всегда интересно узнать что-то новое, да, потому что... Нет, каждому пациенту свой подход. Вот мы посмотрим на возраст, там, на уровень гликемии, на уровень гликированного гемоглобина, на сопутствующие патологии, и уже там у себя в ординаторской обсуждаем, что данному пациенту лучше в данной ситуации на сегодняшний день назначить. А сколько идёт вот лечение, ну, средней тяжести, скажем так, больного? У нас в стационаре, в отделении, ну, где-то 8-9-10 дней. 8-10 дней. И после этого наступает какое-то улучшение при условии того, что он соблюдает все необходимые... И мы его выписываем на диспансерное наблюдение эндокринолога по месту жительства, даём рекомендации выписки, и он с нашей выпиской приходит к своему эндокринологу, и там в амбулаторных условиях выписываются все препараты, которые мы, допустим, назначили. Если что-то там нет на данный момент, то какие-то аналоги, заменяющие этот препарат. Вы ещё являетесь окружным эндокринологом. То есть вы знаете проблему городского круголюберца, как конкретно здесь, так же вам известна ещё и проблема Московской области. Вот если бы я вам адресовал такой вопрос, знаете, как вот следователи, там, усы от одного, глаза от другого, нос от третьего. Такой вот усреднённый портрет человека, который страдает сахарным диабетом. Больше всего. Какой возраст, я имею в виду вот таким, ну, наиболее глобальным, да, распространённым, не первой формы и не самой критической, а вот второй, наверное, да? Это кто? Женщины, мужчины. Это 40-60 или 60-80. Толстые или худые. Ну, это 40-45 лет. Так. Избыточная масса тела. Или ожирение, там, первой, второй, третьей степени, да? Мужчины или женщины? Наверное, вы в равной степени мужчины и женщины, да. Есть диета для похудения, да, когда человек, ну, борется с собой, но он здоров. Просто он хочет сбросить вес и так далее, он обращается ко всяким диетологам и так далее. Здесь речь идёт уже о необходимости диеты. Когда человек любит, например, я не знаю, там, белую булочку, ему говорят, тебе белую булочку нельзя. Человек любит чай, 4 ложки сахара туда. Ну, это многовато. Да. А ему говорят, нельзя тебе сахар, в лучшем случае фруктозу, и то, по-моему, фруктоза тоже сейчас не везде может. То есть, как вот эта диета выстраивается? Есть ли у вас такие пациенты, которые с помощью этой диеты действительно показывали замечательный результат? Ну, это сбалансированное питание с ограничением жиров и углеводов, как я говорила ранее. То есть, белковые такие в основном вещи? Ну, помимо белка, любой пациент должен получать и жир в ограниченном количестве. Сколько нужно, да. То же сало, как вы сказали. И углеводы, но нелегко усвояемые, которые быстро поднимают сахар. Это мёд, пепси-кола, сахар рафинированный, что там ещё сок пакетированный, там очень много сахара. А так медленно усвояемый углевод он может кушать. Ну, конечно же, в ограниченном количестве. А как человеку психологически на это перестроиться? Надо принять это. И пересмотреть свой образ жизни и продолжать жить со своим сахарным диабетом. И жить нормально. Жить нормально, с физической активностью, с образом жизни, с правильным питанием, с правильным сном. И он будет нормальным, здоровым человеком. Тут ещё такой момент есть. Одно дело, когда ты там один живёшь, наверное, проще с собой договориться. А другое дело, когда все вокруг пельмени, сосиски, я уже не знаю, там всё что угодно, соки, воды. А ты говоришь, а я буду кашку сегодня есть. Вот как членам семьи тоже правильно тогда... Нет, ну а пусть он кашку съест, а почему? А очень трудно, я ем кашку, а они все едят вкусно. Ну, просто чтобы семья тоже поддерживала, наверное, это тоже важно говорить. Ну, это нужно как-то внутри семьи. Тут, наверное... Договориться. Аспект договориться, да, чтобы не провоцировать. Ну что, друзья мои, обратите внимание, что мы приходим к такому выводу, что как ни крути, а проблема сахарного диабета, это проблема решаемая, если мы, люди, этого захотим. Очень решаемая. В наше время с современными средствами, препаратами. Можно, можно решить. Главное договориться с собой, постараться убедить себя в том, если у вас есть это заболевание, по-новому просто вести свой образ жизни, по-новому жить, и поверьте, возможно, вам это понравится. Спасибо большое. Наталья Николаевна Агапкала, заведующая эндокринологическим отделением Люберецкой областной больницы, окружной эндокринолог медицинского округа номер 3 Московской области, была гостьей нашей программы. Это был открытый диалог. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова